Айронмен Дмитрий Сметкин бросил вызов сложнейшей дистанции и финишировал. Мы встретились с ним после возвращения спортсмена в Рязань. За часы 38 минут он преодолел 4 километра по открытой воде. 7 часов и 39 минут понадобилось для прохождения 180 километров на велосипеде. 5 часов 47 минут для марафонского бега. В общей сложности Дмитрий одолел железную дистанцию за 15 часов 24 минуты и 41 секунду. Итак, привет, Дима. Привет. Мы с тобой увиделись сразу после твоего финиша в Айронмен. Да, все верно. Начнем с того, зачем тебе это нужно было и как вообще пришло в голову пробежать эту сверхдистанцию, проплыть, проехать на велосипеде. Когда я узнал про Айронмен, я понял, что это самое большое, что я пока что могу на данный момент достичь. И чтобы не ставить уже какие-то себе микроскопические цели, я решил попробовать допрыгнуть сразу до вышки, попробовать преодолеть железную дистанцию. Сколько времени заняла подготовка и каким образом ты готовился? Насколько я понимаю, сам себе тренер, сам себе спортсмен. Как это происходило? Глобально подготовка происходила в течение всей жизни. Глобально. Ну, я периодически занимаюсь спортом, частенько хожу на турники и иногда устраиваю какие-то челленджи. Но именно прям интенсивно к Айронмену я начал готовиться за месяц до него. Но, опять же, на велосипеде я катаюсь с 15 лет. Бег я тоже, в принципе, люблю. В прошлом году я пробежал до Финляндии. И осталось привести в порядок только плавание. Вот месяц у меня вышел на плавание. И подготовка организма. Начинал давать ему понимание, что через месяц у него будет сверхнагрузка. И здесь должно быть такое упоминание. Подготовка к Айронмену в течение месяца не повторять в домашних условиях. Обязательно нет. Потому что спортсмены другие, которые готовятся к этому 3-4 года с тренерами, очень плохо к этому относятся. Очень ревностно. Почему мы столько внимания уделяем Айронмену? Так это потому, что даже подготовленные элитные, как ты говоришь, спортсмены не всегда добегают эту дистанцию. Были ли у тебя в процессе попытки сказать себе стоп, давай остановимся, сойдем, плохое самочувствие? Да, около шести раз у меня включалось второе дыхание. Несколько раз я видел... На дистанции нельзя увидеть, кто сошел из спортсменов, потому что, грубо говоря, находитесь все далеко друг от друга. Но я видел, как четверых людей на лодке из воды вытаскивали на берег двоих спортсменов. Один спортсмен на велоэтапе ехал весь окровавленный, одного увозили на скорой. То есть народ как-то сходил. И когда я это видел, у меня еще больше было чувства того, что надо заканчивать все, достаточно. И перед беговым этапом я думал, что я в транзитной зоне, просто лягу поспать и дальше выйду пробежать столько, сколько смогу, чтобы... Ну, хотя бы для отчетности. То есть были несколько раз моменты, когда я понимал, что все, вот тут точно конец. После того, как ты финишировал и получил заветную медальку, можем ее, кстати, показать, «Железный человек», стал ли ты ощущать себя по-другому? Какие теперь у тебя цели, планы? Как и всегда, когда у меня случается какая-то самостоятельная микропобеда, у меня появляется какой-то дополнительный ресурс сил, которых хватает на очень долго. Сейчас абсолютно та же самая история, просто я думаю, что ресурс этого будет намного больше. То есть в сутках будет больше часов, в минутах будет больше секунд, и все задачи будут решаться быстрее и успешнее. Потому что тебе все по плечу, и ты железный человек. Да, конечно. А теперь вот ты упомянул несколько раз о том, что доехал на велосипеде до Казани, добежал до Финляндии. Насколько мне известно, и даже блог о таких достижениях ведешь в Ютубе, о таких приключениях, я не знаю, как это правильно назвать. Так вот, добежал до Финляндии. Что это вообще такое? Зачем тебе это? Как рождаются в голове такие замыслы? Позапрошлом году я на велосипеде доехал до Крыма. Эта идея случайно родилась, у меня просто была задача на велосипеде доехать до моря. Ну, мне показалось это классным. И когда я уже на велосипеде стоял на пароме, случайно у себя в блоге, в инстаграме, я просто проронил фразу, ну и в следующем году я побегу куда-нибудь в другую страну. Выбрал другую страну Финляндия, то есть Беларусь, мне показалось неинтересно, потому что короткое расстояние. Я подумал, о Финляндии, класс, тысячи километров, надо пробежать. И так как ролик про Крым набрал большое количество просмотров, я подумал, вдруг этот ролик тоже наберет многое. И глупо, что в нем не заложено никакой благотворительной цели. Мы обратились в Росфонд, спросили, какая у них есть проблема, которая проблема именно из-за неосвещенности. Они сказали, донорство костного мозга. И побежал под этой гидой. То есть сам стал донором, привлекли много доноров, тоже из подписчиков, из инстаграма. В течение забега можно было сдать анализ крови бесплатным, с этим человеком прийти в спортзал, в сеть спортзалов Алекс Фитнес, получить скидку на абонемент 50%. То есть закрутили огромную классную движуху и увеличили базу доноров в России на данный момент на 30 тысяч человек с 97. То есть это не просто личное достижение, но еще и такая крутая компания. Да, это уже прям очень классно. То есть здесь я себе прям ставлю огромный жирный плюс, прям вот сама лично, сам себе при жизни. И горжусь этим. Ну и если говорить о таких моментах, сколько это заняло времени? Когда ты отдыхал, как ты кушал, какой ты план был или до какого города добежал? Конечно, план был. Над этой пробежкой работала команда почти из 30 человек, СММщики, те, кто договаривались в других городах с новостями, СМИ, потому что было 74 интервью, 2 интервью для федеральных каналов. Заняла сама пробежка 30 дней, но беговых дней было 14, потому что в некоторых городах приходилось останавливаться по 2-3 дня, потому что были какие-то интервью, беседы и так далее, встречи. Что тебе ближе, бег или велосипед? Велосипед. Велосипедом я занимаюсь с 15 лет, но с 15 лет это формат BMX, то есть это небольшой велосипед для трюков, трамплины. И вот, собственно, в этом году, первый раз летом, 3 месяца назад, я первую жизнь сел на шоссейный велосипед и втянулся пока что. Есть ли задачки на ближайшее будущее? Спортивные именно. Спортивные. И в том числе и благотворительные. Получается, что если так круто вышла эта компания, значит, наверняка это вдохновило на какие-то дальнейшие. В плане благотворительности я не против втягиваться в какие-то интересные движухи, но пока что сил и времени на их генерацию самому пока что не хватает. Ну, не прочь помогать, если есть какие-то у людей идеи. И спортивных планов. Были некоторые планы, но не все отпали после Iron Man, потому что они уже кажутся смешными. Есть какие-то совсем фантастически сумбурные планы, но которые требуют уже больших спонсорских вливаний для канала. Но они совсем космические. Что-то типа добраться до космоса, выпрыгнуть оттуда. Выпрыгнуть с парашютом, что ли? Можно и без попробовать, если будет какая-то широкая сетка натянутая. То есть X-Stream это тоже для тебя... А можно ли считать вот это Iron Man, пробежка до Финляндии? Это можно считать экстремальным спортом? Я думаю, что нет, потому что формат выживания здесь не очень. То есть, в принципе, ты же бежишь по трассе, вокруг тебя люди, с тобой ничего не может случиться какого-то критичного. Но даже если ты упадешь, но кто-то, наверное, остановится и там подберет тебя, даст воды. Какие-то быстрые экстремальные сверхнагрузки здесь тоже особо не задействуют. Поэтому, ну, в моем понимании, экстрим это что-то такое, что-то другое, что-то более кратковременное, наверное. Спорт – это такое, скажем, больше, наверное, не первостепенное значение занимает в твоей жизни, а по профессии или по роду деятельности даже, наверное, не по профессии. Ты творческий человек. Или это тоже не первостепенное значение? Нет, на данный момент это первостепенное. Спорт родился случайно, как только появился канал на Ютубе, и люди начали называть меня мотиватором, и я понял, что надо как-то дальше это нести. Образование у меня инженерное. Я отучился в сельхозе в свое время, инженер управления процессом перевозок. А шел всю жизнь я именно к творчеству. То есть, с 14 лет у меня был первый зеркальный фотоаппарат. Я всегда мечтал создавать картины, не писать, не рисовать, а создавать. Я очень люблю искусство. Мои любимые художники – это Возрождение, Италия, Испания. Облетел почти весь мир, чтобы увидеть картины любимого Босха, Караваджо. Все время стараюсь держаться рядом с творчеством. То есть, я всегда хотел что-то создавать, что я в любой непонятной ситуации смогу взять с собой и просто перевести в другую точку планеты и дальше там же этим заниматься. То есть, на данный момент Клин сошелся на картинах и фотографиях. Если говорить о картинах, то твое творчество, каким можно описать, наверное, направление, к какому направлению, течению можно отнести твое творчество именно в живописи? Это абстракционизм, однозначно абстракционизм, только я бы это назвал такой неосмысленный абстракционизм. То есть, есть абстракция, это когда люди что-то где-то брызгают. Это так же непонятно, как и у меня, но люди хотя бы, грубо говоря, понимают, куда и что они направили. А у меня получается это что-то вроде огромного, большого, красивого, полутораметрового постера. В любом случае, в этом процессе тебя именно завораживает то, как поведет себя краска на картине, всегда непредсказуемо. Но твои полотна можно увидеть в интерьерах не только частных лиц, но и в интерьерах, допустим, ресторанов. Как люди узнали о тебе? Ты наверняка где-то выставлялся. С чего началось вот именно твое продвижение? Началось, я думаю, что все с соцсетей. И как раз-таки с блога на Ютубе, когда потихонечку начинаешь обрастать какой-то цифры подписчиков, люди где-то начинают делать какие-то репосты, какие-то другие люди про тебя узнают. На данный момент есть маленькая галерея в ресторане «Небо» с моими картинами. Перед карантином 95 работ у меня купили в Лондон, в частную галерею. Неделю назад у меня купили 5 картин. Один очень известный коллекционер купил 5 картин в Музее современного искусства в Крыму. Если говорить немножечко о нюансах, это акрил чаще всего? Акрил... С чем ты больше всего любишь работать? Чаще всего люблю работать с обычными колеровочными красками, но это может быть акрил, если у заказчика есть такое пожелание. Потому что у меня входит огромный объем краски, и только себестоимость на акрил получится слишком дорогой, чтобы его делать. Тогда себестоимость работы будет просто космическая. И если ты говоришь, что твои, скажем так, вдохновители – это художники эпохи Возрождения, но при этом сам ты творишь в жанре, в стиле, в направлении абстракции. Как думаешь, когда-нибудь можешь ли ты прийти, например, тоже к реализму или маловероятно? Нет, даже не собираюсь, потому что я люблю других художников, я люблю понимать, что происходило в их голове, о чем они думали. Но сам бы у себя дома я бы хотел иметь абстракцию. То есть сам бы у себя дома я бы не хотел иметь чьи-то портреты или тарелки с фруктами. Потому что мне кажется, это может надоесть. Ну и если, допустим, в спорте тебя вдохновляет некое преодоление себя, достижение каких-то немыслимых результатов, которые еще вчера казались недостижимыми, то здесь в творчестве что вдохновляет на то, чтобы взять и создать новое полотно? Помимо заказов, есть ли личное твое вдохновение? Если лично, то для меня это огромное отдушина. То есть я когда спускаюсь в дом к себе, в мастерскую, закрываю туда дверь, включаю музыку, и когда начинается просто литься краской, это безумный момент. Это прямо очень классно. Сродни волшебству? Типа того. Так же, как и с фотографиями? Да. Что для тебя фотография? Фотография для меня — это поймать момент между моментами. Я сейчас ушел в узкий такой жанр, я снимаю черно-белые фотографии абсолютно без позирования. Это какие-то домашние истории, какие-то уличные прогулки. Но то, когда люди не знают, что их снимаешь, это может быть фотография в расфокусе, вся в шумах, и 95% из них — это именно ЧБ. И когда их отдаешь людям, они в восторге от себя. То есть они не видели, они привыкли улыбаться на фотографии, они привыкли на фотографии, например, не улыбаться, но они не видели себя там с закатанными глазами, они не видели, как меняются их лица, когда они там ругают ребенка, к примеру. И когда я прихожу домой, может быть, в этом есть даже какая-то доля фетиша, когда открываешь дома эти фотографии, и ты как бы один такой объединен с компьютером, и понимаешь, что, блин, вот это классно, это получилось здорово. Я вижу один из немногих этих людей в непривычном для них состоянии. И фотографии у тебя тоже находятся в постоянном развитии, как и все остальное. То есть в любом случае ты два года назад как фотограф, и ты сейчас — это не одно и то же, каким ты видишь себя мастером через еще пару лет, допустим. Каким бы ты хотел быть? Наверное, я бы добавил каких-то мастер-классов в фотографии. Наверное, бы добавил чуть больше авторских выставок, потому что я провел три авторские выставки свои, но сейчас бы я от них хотел бы немножко другого, чем я получил, когда их проводил, грубо говоря, не так осмысленно. И добавил бы, наверное, видеоуроки обучения, потому что люди иногда спрашивают, иногда даже требуют, чтобы я поделился с ними знаниями, но пока что я немножко комплексую на этот счет, потому что я сам эти знания получил откуда-то, я не уверен в том, что... В авторитетности. Да, я не уверен в авторитетности, потому что я их обучу, это же не книжный, какой-то источник, это просто моя голова. Что касается выставок, возможно ли, допустим, Рязанцин когда-то в ближайшее время увидеть твою выставку или не замысливал такого, ничего подобного? Я бы очень этого хотел. Конечно, если все для этого сложится, то вполне легко. Постоянное стремление дальше, выше, сильнее в спорте, глубже, ярче и актуальнее в творчестве. Для человека, который ставит высокие цели и без тени сомнения бросается их достигать и берет, как горные вершины, пожалуй, нет ничего невозможного. Постоянное движение, развитие – это и есть настоящая жизнь. В гостях у нашего канала был Дмитрий Сметкин, художник, фотограф, спортсмен, финалист серии соревнований «Айронмен». А я, Марина Ковиссарова, прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова